Спасибо большое, спасибо большое, что пришли. Это не, так сказать, общая наша задача, я ее не делю на партию КПРФ, на депутатов Госдумы от КПРФ. Это общая задача наш, как гражданский долг. Вот еще раз, как бы это ни было, кому-то казалось пафосно, как в Великую Отечественную. Как вот битва под Москвой. За нами Москва. И люди отбросили фашистов и добили их в Берлине. Еще раз говорю, вот сейчас та же ситуация. За нами наши дети, наши внуки, правнуки. Нам многие-многие годы, и мы не имеем права, как тогда фашистов, вот этих нуворишей пропустить с этим законом. Не имеем права. Просто не имеем права. Вот господин Топилин сегодня представлял правительство Российской Федерации господина Медведеву, у которых якобы денег нет, но мы все должны держаться. Знаменитая фраза пенсионерке он высказал, ты держись. Я не знаю, жива ли она после этих фраз осталась в Крыму. Но он четко и однозначно сейчас сказал, что закону быть. Я считаю, что и он, и Кудрин, который выступил после него, сейчас, они объявили войну гражданам Российской Федерации. Самую настоящую войну по этому закону. Жестко. В первом все неприняты законы, это еще не закон. Я убежден, что мы можем их, так сказать, перевернуть народом, митингами, шествиями, улицей, улицей. Я не знаю, говорили, но по референдуму нас загоняют в тупик. Они выпустили на эту арену по референдуму, хотя все, весь народ, и Единая Россия, и ЛДПР, и Справедливая, и КПРФ, и все партии, и все движения говорят, да, референдуму, это нормально. По Конституции народ должен через референдум этот вопрос решить. И, кстати, на Западе, в разных странах, такие референдумы по пенсионному именно законодательству прошли. И ЦИК, госпожа Панфилова сказала, что вопрос конституционный, законный, и народ может и должен высказаться по этому вопросу. То есть юридически референдум возможен и должен быть. Но что администрация президента Единой России сотворили? Быстренько отказали нам в регистрации в Москве, А мы так и инициативную группу с вопросом, конституционным законом вынесли. Первые вообще никого в стране больше не было. Мы в Москве такую инициативную группу провели, заседание, собрание, вынесли и отдали в Московскую городскую избирательную комиссию, и в Центральную избирательную комиссию. Они всположились, потому что для них, для них это Путина, для них это Медведева, для них это Единая Россия, для них Общенародный фронт смерти подобно проведению референдума в Российской Федерации по этому вопросу. Смерти подобно. Всполошились, отказали нам, а дальше запустили на это поле флэш-мопы из различных групп. Причем удивительно. В Московской области за референдум, против отмены этого закона, выступила, кто вы думаете? Единая Россия. В Москве Общенародный фронт, которые сидят сейчас там в зале, депутаты их от Единой России и Общенародного фронта, и голосуют за этот закон. Понятно, что по всей стране они дали команду опередить инициативные группы от КПРФ, чтобы в соответствии с законом, как я говорил, кто первый встал, того и тапки. К того, кого первым зарегистрировали, и тот будет собирать подписи и дальше инициировать референдум. Они делать ничего не будут. Они это вот те, которые от Единой России и Общенародного фронта. Не будут. Таким образом, они загоняют в тупик вопрос референдума и оставляют народу одно право. Улица. И вспомним 17-й год, был из них пролетариата. А здесь, а здесь, плитка Собянина, он ее сколько настилили. Она быстро повыряется, да? Вот они туда народ и толкают. Это они толкают народ. Не мы с вами, они толкают народ к этой плитке, к этому булыжнику. Осталась только улица. 2-го числа. Да, Кудрин сейчас выдал шедевр. Говорит, что по стране идет возмущение против этого закона. И он сказал, что вопрос повышения пенсионного возраста надо обязательно решать и успокаиваться на том, чтобы его не повысили, нельзя. Вот Кудрин, председатель счетной палаты. Копилин и все остальное. По вопросу 2-го числа, 2-го сентября, значит, на Сахарова, уже Владимир Иванович сказал, разрешение есть. Но пошли тоже технологии подлые. Сейчас посмотрю в соцсети, смотрю объявления. Оказывается, будут проводиться 2 митинга. На одной площади. Оказывается, будут другие митинги на других площадях, в другом месте. И все будет разрешено. Начали говорить о том, что якобы проводиться будет митинг только по Кумину в мэры. Хотя я за то, чтобы мэром стал Кумин кандидат от Компартии Российской Федерации. Но 2-го числа на Сахарова будет митинг многотысячный. Сотни-сотни тысяч против этой пагубной, людоедской, дебильной закона о повышении выхода в возраст на пенсию. Там, вот это будет. Доводите до сведений москвичей. Приглашайте. Улица, улица. И еще раз улица остановит этот беспредел. И только улица. А, значит, всех не пересажают. Не пересажают. Невозможно посадить 90% граждан Российской Федерации, которые против пенсионной реформы. Невозможно. Они поднимут на вилы кого угодно, кто встанет на пути. Но он должен почувствовать мощь. А мощь 2-го числа начинаем с этой мощи. Приходите, приглашайте. Всемирно. Просто вас заклинаю. Как можно больше людей на площади. И поджилки у них задрожат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова